Спустя несколько часов после заявления Путина последовала реакция Росавиации. Составлен список почти с полусотни стран, в отношении которых авиаперевозчикам нужно усилить меры безопасности. Рекомендовано иметь на борту самолетов дополнительный запас сухого питания и воды, а сами воздушные суда по возможности обслуживать своими силами без привлечения технического состава иностранных аэропортов. Также авиаперевозчикам предложили увеличить состав экипажей. Все это касается регулярных и чартерных перевозок. За две недели после трагедии в Синае желающих отдохнуть в Египте стало на 40% меньше. Но в Ассоциации туроператоров России предполагают, что это не предел. В краснодарских турфирмах отмечают, что спрос упал не только на отдых в Египте, но и на другие направления. Туристы считают, что сейчас не самое лучшее время для перелетов и предпочитают переждать сложившуюся опасную обстановку. Работники туриндустрии отмечают, что краснодарцы стали больше интересоваться поездками в различные города России и страны ближнего зарубежья. Также популярность набирают Израиль и Ордания, Карибский бассейн, Куба, Доминикана, а также климатический аналог Египта, азиатские страны Китай, Индия, Вьетнам и Шри-Ланка. Спрос упал ощутимо. Мы замечаем по всем направлениям абсолютно, поскольку люди воздерживаются от поездок, находясь в шоковом состоянии после первой трагедии, которая произошла в Египте и после серии терактов, которые накануне произошли в Париже. Сейчас воспользоваться поездками те, которые уже были ранее приобретены, многие либо отказываются, либо рассматривают другие альтернативные направления. При этом интерес к европейским странам у желающих отдохнуть пока не ослабевает. В краснодарских турфирмах отмечают, что многие из тех, кто приобрел путевки заранее, не отказываются от полетов. Повременить с отдыхом в Европе решили только те туристы, которые планировали провести там новогодние каникулы. А большинство тех, кто собирался поехать во Францию, вообще предпочитают отказаться от этой идеи. Это подтверждает опрос, проведенный изданием «Известия». Он показал, что 73% россиян могли бы передумать и не ехать в Париж. Остальные готовы рискнуть. Продолжение следует...